Итак, друзья, это видео меня потрясло. Два украинца, 1,39 лет, это подтверждено полиция, вы увидите сейчас в моем видео. Другой, 43 года, поцарапали за один день 51 немецкую машину. Субтитры создавал DimaTorzok Одну неделю назад в городе Плауэн 10 автомашин за один день были исцарапаны. Одну неделю позже в этом же городе 50 автомобилей по улице Петховен и многие другие прилегающие улицы нашли много машин поцарапанными. Формы царапин, линии, двойные линии и волнообразные. Длиною от багажника до передней части, ноги на моторе. Одна из женщин, проживающих на этой улице, наблюдала мужчин. Один из них 43 года, украинец. Сумма повреждений 100 тысяч евро. Полиция говорит, в ночь поцарапано было 49 автомашин. Днем сообщили еще о двух автомашин. Вместе 51 автомашина. Огромные повреждения. Примерно 2000 евро ущерб каждой машине нанесен. Вместе около больше чем 100 тысяч евро ущерб. Свидетель рассказывал нам о двух человеках. Один сидел в грузовике, другой занимался вандализмом. Мы остановили этих людей. Они оказались беженцы, украинские паспорта. Один 39 лет, другой 43 года. Свидетели рассказывают полиции, что грузовик очень медленно сопровождал другого мужчину на дороге. Одна из них, свидетель слышала, скрежет по машинам. О мотивах мы ничего не сможем сказать. Но знаем, оба мужчины были пьяными. 39-летнего перед этим днем остановили полиция в городе Плауни. И после проверки на количество алкоголя он имел 2 промилле в крови. Даже больше, говорят. Полиция думает, что может еще быть еще больше поврежденных машин. Если у кого-то поврежденные машины, сообщите полиции. Это не какие-то фейки. Это официальные документы, подтвержденные полиция. Полиция говорит об этом. Причем эти люди ездили на машине в нетрезвом состоянии. Я просто в шоке. Слава богу, скоро с 1 апреля будет обмен украинских номеров на немецкие номера. Хватит халявы. Вы будете платить тоже налоги. И все законы будут действовать на вас. Можно ездить в авто в чужой стране, которая вас принимает от войны. И на полном междевении вы живете здесь. И вы садитесь в машину с 2 промилле. Это надо уже совсем быть в неменяемом состоянии. Да все равно, даже если они были в пьяном состоянии. Если они портили, царапали машину немецких граждан, это же страшное неуважение. Я не понимаю, почему их не высылают всех в городе Плауни. Это не только эти 51 машину они испортили. За несколько дней до этого поступило, были свидетели, которые сообщили, что еще 10 машин они испортили. В каком мы состоянии не были, пьяным и пьяным. Это же такое неуважение к народу, Германию, к стране, которая предоставляет вам квартиру, которая предоставляет вам здравоохранение, которая предоставляет вам столько денег. На полном обеспечении и вы портите то, что не зарабатывали сами. А сами многие ездите на шикарных машине, они подъехали сами на машине. Свидетели видели, что они подъехали на маленьком грузовике с украинскими номерами. Где вообще ваша совесть? А потом мне пишут, не нужно натравлять друг на друга. Но извините, видите, Сергей, по-скотски, тогда все будет окей. Причем в стране, в которой больше всего вам пособия делают. Из всей Европы. Да какой Европы? Во всем мире. И вы пользуетесь тем, что вы сами не заработали, пользуетесь имуществом и портите его. Если бы ваши машины все портили, пока будет скотское такое поведение, я буду выпускать мои видео по этой теме. У меня есть миллион, я могла бы и другие темы сделать, и буду на этой неделе выпускать другие видео. Но это слишком. Так мы не жили, чтобы в один день 51 одну машину портили. Имущество, которое вы не заработали. Люди трудятся годами, чтобы купить себе машину. Нет, у нас не покупают машину за один год так просто. У нас собирают люди деньги. Это, может быть, вы воровали деньги? Воровали или не знаю, чем занимались там. Какими-то непонятными бизнесами. Но здесь люди трудятся много лет, чтобы заработать себе на машину. И многие, как я, вообще не имеют машину. Вот если бы мою машину сделали, а если бы у них не покроют страховки. Вы знаете, что многие люди экономят, немцы, на фолькаско, на полное каско? И только платят таин каско, то частичная каско. У людей нет денег платить. Многих просто и не такие на машине. И это невыгодно платить полное каско, полную страховку. Которая в любом случае при любых поломах, при виноват или не виноват, заплатит. За то, что если что-то с машиной случилось бы. Многие скажут, ну и чего там сделают вам им ремонт? Не так это все у нас. Это вообще-то очень тяжело. Кроме того, вы знаете, что если что-то случается в Германии. Вот, например, у меня очень много лет была машина. 30 лет, даже 33 года. Сейчас только 2 года нет машины. У меня только не было машины BMW и джип и все. Это жизнь такая стала, что пришлось отдать. Так я хочу сказать. Вы знаете, что даже если у вас полная каско, у нас страховка, если только что-то случается, им надо будет оплачивать все такое. Вот, например, вы что, они заплатят за ремонт этих машин? Да это, конечно, нет. Они скажут, у нас нет денег. А ломать, причем ломать, это же было запланировано. Это не спонтанно. Просто взять, приехать, вот так вот выйти и все машины абсолютно ксарапать. Это все было запланировано. Это ненависть. Ненависть к людям, которые вам помогают. Правительству, которые у нас, правда, не поддерживают наши народы. Которые помогают вам оружием и деньгами. У меня просто нет слов, честно. Кроме этого, я опять не договорила. Если у нас, например, есть страховка, вот полная каска, называется фолькаска. Если только не находят или не платят виновные в каких-то там происшествиях, все равно, как их, вот царапания, там, разбивание стекол. Вот у меня только что в видео выходило, эмигранты две машины попортили. Две машины, причем их много было. И то даже две. А тут два человека, 51 машину, перед этим еще 10. Это же вообще, ну, уму непостижимо, честно. Вы что, скоты? Вы что вообще? Даже, я не знаю, не могу, не знаю, как вас назвать. Извините, я по-другому не могу нам таких людей, другие слова подобрать. Так вот, скажите. У нас каска не будет потом подниматься, если только они даже заплатят вот этот ущерб. Люди будут платить еще больше страховку каждый месяц. Или каждые три месяца, это у каждой решать по-своему. Некоторые за год ее платят, некоторые каждый квартал, некоторые каждый месяц. И за таких, как вы. А сейчас я хочу тоже пару видео из ТикТока выставить. Что от таких, которые вы ломаете имущество немцев, которые налогами платят ваше проживание в нашей Германии. И которые не уважаете вообще. В принципе, вы не уважаете ни одного, ни одну национальность. Если вы ведетесь и так. Вы уважаете только свою национальность. И то, если бы уважали бы, вы бы не вели так. Потому что люди, которые представляют свою страну, не будут так себе вести. А это показывает, какие ваши сущности. Так вот, сейчас вы видите пару видео немцев, что говорят о люксус-машинах в Германии. Которые, кстати говоря, не ломают, не портят. Очень редко. Это большая, огромная редкость. Да, люди не понимают, как они обеспечивают. И платят налоги, а им хуже каждым днем. А вы ездите на таких тачках. Да, они понимают. И вы посмотрите в моем видео. И скоро я расскажу о новых законах для украинцев, которые проживают здесь временно, как беженцы. С 1-го, 4-го. Что вас ожидают, если вы имеете авто? Итак, смотрите видео, что немцы, как возмущаются, как украинские беженцы. Живут на иждивении, халявщики, даже старики работают на них, и молодые мамочки одинокие. А вы ездите на люксус-авто, и вам не стыдно. Да еще не платите страховку. Скоро фобай. Это уже будут другие законы с 1-го апреля. Все, друзья, я с вами уже прощаюсь. Смотрите видео. Немцы как возмущаются, на каких тачках ездят. Я уже по-другому не могу. Украинские беженцы, которые еще потом при таких тачках ходят и стоят в джоб-центре и получают свои деньги. Био-агагает. Позор, социальную помощь. Немец говорит. О, Майбах, офигенная машина. Посмотрим, что за номера. Украинские беженцы. Все понятно. Немец о украинских беженцах. У нас в Германии, если получаешь бюргагель социал, ты не имеешь права иметь новую машину. Должен все продать, чтобы получить социалку. Но украинские беженцы с Порша, Феррали ездят, все получают. Они должны, как и мы, все продать, чтобы получиться сал. Почему это неравноправие? Мне жалко именно тех людей, которые остались под бомбой в Украине, но не этих, которые есть на машине класс люкс. В конце он сказал, курва. Скоро украинские машины будут господствовать в Европе. Украинцам не нужны визы туда-сюда ездить. Побыл здесь, поехал домой. Приехал, уехал. А туркам нужна виза в Европу. Где справедливость?